Плохие дороги Караганды уже давно стали притчей во языцах. Чаще всего крайними признают дорожников, которые делают ремонт. Оказалось, что причина плохого качества дорог кроется гораздо глубже. Это ливневая канализация, вернее, почти ее отсутствие. В проблеме тонущих улиц разбиралась Фариза Улбаева. Ремонт дорог в Караганде напоминает бег по кругу. Не успеют отремонтировать разбитые дороги, как в негодность приходят те, которые ремонтировали всего пару лет назад. Причин, конечно, достаточно, но одной из наболевших является отсутствие ливневой канализации. После дождей вода стекает по проезжей части, разрушая все на своем пути. Например, у нас есть улица Ленина. На ней есть ливневки, это только возле кинотеатра Ленина. А остальной части вообще нет, только идет уклонным, естественным. И все выходит на Бухажирал, на Бульвар Мира. На Ирубаева практически почти нет. Начиная от Норканавдирова и до самого низа ливневых нет. Есть много таких улиц. Ермеково тоже без ливневого практически. Там ливневки идут только типографии. В этом году в Караганде ремонтируют свыше 170 улиц. Впервые за много лет ремонт ведется в сортировке и при Шахтинске. Капитальным ремонтом охвачена улица Гоголя. Только на нее потратят больше двух миллиардов деньги. Но без ливневых канализаций деньги могут утечь вместе с дождевой водой. Когда делается капитальный ремонт дороги или средний ремонт дороги, желательно, чтобы ливневки были. Потому что вода все-таки отрицательно действует на асфальт. Она стоит на асфальте, машины все это ездят, разбивают асфальт. Когда морозит, он попадает в щели, разбивает тоже, раздирает асфальт. Вода – это не очень хорошая, как говорится, вещь, если нет ливневки. Еще одна проблема – это закатанные в асфальт ливневки. В разное время этим грешили не только дорожники, но и работники обслуживающих организаций. Установить точно кто, когда и где закопал решетку практически невозможно. Карту ливневых канализаций города потеряли много лет назад. Ливневки на многих улицах, особенно в Октябрьском районе, находятся в ужасном состоянии. Не забитый грязью, отмечают горожане. Машины надо ремонтировать. Много-много-много. Одно вытекает из другого. Много слезли, много неприятно. Сейчас дороги как делают? Закатали, ванна получилась. Все. Даже вот у нас возле дворца проезд с левой стороны. Там была ливневка, ее сейчас закатали. Дороги у нас отвратительные, полностью отсутствуют. Ездить невозможно. Машины все в критическом состоянии. Пока определяется победитель тендера и восстанавливаются утерянные данные, город тонет после ливней и таяния снегов. Остается надеяться, что миллиарды, которые вложили в этом году в ремонт, не утекут вместе с талой водой. Фориза Албаев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.